просто фактологических ошибок. Значит, мой доклад называется «Бедный Ротшильд, глупый Наполеон, нежный бисмарк». В качестве эпиграфа к своему докладу я зачитаю стихотворение князя Петра Вяземского «Бедный Ротшильд» 1855 года. Ротшильд, бедный Ротшильд, миллионщик бедный, Точно так же умер в золоте и ты, Как умрет подъемщик из-за лепты медной, Изнурявшей силы жертвы нищеты. В изобилие счастья в неге ты купался, На тебя, счастливцы, любовались мы, Королем червонным миру ты являлся И давал червонца королям взаймы. Знаю вам, счастливцам, богачам, верблюдам, Сквозь ушко иголки мудрено пройти, Но ты ни таланты не держал под спудом, Ни от нищей братья дома заперти. Век наш злотожадный, барышу послушный, Биржу вавилонский столб и ты сложил, Но смиренный, к счастью, нравом простодушный, Ты не корчил знати, хоть и Ротшильд был. Произведение это сочинено на кончину Карла Майера Ротшильда, Умершего в том же 1855 году, И к тому времени имя Ротшильда давно стало Нарицательным, которое действительно обозначало Громадное денежное состояние, Дарующее его обладателю власть над миром. Однако меня, как исследователь, интересует не в целом отношение К Ротшильдам, как воротилам финансового мира, Что было действительно распространено повсеместно, А именно один из аспектов легенды о Ротшильде, Не что иное, как историко-культурное сращение Ротшильда-Наполеона, Которое восходит прежде всего к наследию Западноевропейских поэтов-романтиков Сочинениям Байрона и Гейна. В поэме «Дон Жуан» Байрон, к примеру, восклицал О золото кто возбуждает прессу, Кто властвует на бирже, Кто царит на всех великих сеймах и конгрессах, Кто в Англии политику вершит, Кто создает надежды, интересы, Кто радости и горести дарит. Вы думаете, дух Наполеона? Нет, Ротшильда и Беринга миллионы. Относя далее Ротшильда к числу Немногих настоящих владык вселенной, Поэт, к сожалению, констатировал Произошедший после ухода с политической сцены Наполеона Переворот в умах европейцев. Вместо гения войны и политики Новым властителем думы, стремлений толпы Стали банальные деньги Господин Наполеон Дор или миллион Ротшильда. Гейна, лично знакомый с генералиссимусом Всех миллионеров, Как он его называл Джеймсом Ротшильдом, Также оставил немало суждений О могуществе этой фамилии, Среди которых есть и собирательное название, Их как множество финансовых бонапартов. В книге Людвиг Берна Гейна вкладывает в устав этого писателя, Который также, как и основатель фирмы Майер Амшель, Ротшильда, Сыновья, Был выходцем из еврейского квартала Франкфурта, Следующие слова. У Ротшильдов так много денег, Такая уйма денег, Что они внушают нам почти Устрашающее уважение. Они, так сказать, Отождествились с понятием денег, А деньги нельзя презирать. Позднее в одной из статей, Вошедшей в книгу Лететция, Уже сам Гейна сформулировал Символ веры своего времени, Ибо деньги – бог нашего времени, Ротшильд – пророк его. Схожее общественное настроение Выразил и философ Томас Карлейль, Сравнивший Ротшильда С неким грозным полководцем, В котором легко угадывается Наполеон. Перед этим капищем всемогущего золота Современно-культурный европеец Не может не почувствовать своеобразного трепета. Здесь все то, что он на жаргоне Нашей лживой цивилизации Зовет своим счастьем, Могуществом и даже кумиром. Находится в неизмеримом количестве В виде груд блестящего золота И пачек банковских билетов, То захватных жадными руками, То чистых и свежих, Точно только что обмундированные солдаты Готовы ринуться в битву мира, Разнося всюду зависть, Рожду соревнования и минуты Призрачных, но жгучих наслаждений. Да, Ротшильд и полководец Более могущественны, чем Цезарь и Александр, Золотые монеты и груды банковских билетов, Его армия, победоносно обходящая весь мир, Все подчиняющая своей власти, Всюду ненавидимая и всюду устрашающая. В русской литературе имя Ротшильдов Также используется в качестве символа Власти денег, пришедшей на смену Порту гениев искусства и политики. Колоритная фигура Ротшильда, Несомненно, интересовала Пушкина. И, как отмечал Благой, В 1929 году, во время поездки в Варсру, Он, Пушкин, познакомился с весьма Оригинальным порождением века Офицером Дуровым, братом знаменитой Каврелис-девицы, героиней войны 12-го года Дуровой, Который, как рассказывает поэт, Помешан был на одном пункте, Ему непременно хотелось иметь 100 тысяч рублей. Ради этого он пытался Испробовать самые различные способы, Не только безудержно предавался Явлению рядовое для того времени Азарт на игре, но и готов был Пойти на все, на кражу, Похитить полковую казну, даже на убийство. Вы бы обратились к Ротшильду, Шутя посоветовал ему Пушкин. Я об этом думал, совсем серьезно Ответил ему Дуров. Из других предшественников Достоевского Можно выделить барона Корфа С его романом «Как люди богатеют». В нем автор порицал всех тех, Кто ставит богатого купца на одну доску С Наполеоном, Ликургом, Пушкиным, Моцартом, Для кого имя Ротшильда громче И славнее всех имен. Символическая борьба Наполеона и Ростовщика Присутствует и в комедии Сухого кобылина «Свадьба Кричинского», Где карточный шурер Расплюев Воздаёт хвалу своему хозяину Кричинскому, Обманувшему Ростовщика, Жиданника, Нора, Савича, Бека. А Михаилу Васильевичу, Ведь Наполеон, Наполеон, говорю, Наполеон, великий богатырь, Мак и волшебник. Вот объехал, так объехал, Болванил человека навеки вечные. Человека нет, Ростовщика оболванил, Великую по себе память оставит. Последующая победа в финале комедии Ростовщика над самозванным Наполеоном Кричинским Также соответствовала духу того времени. С самых первых произведений Достоевского Наполеоновская идея неизменно Рассматривается им в одной связке С идеей денежного обогащения. Рассказы господин Прохарчин, Дядюшкин сон, Преступление и наказание и другие. Однако в раннем творчестве писателя имена Ротшильда и Наполеона развивались скорее параллельно друг к другу и окончательно срослись лишь в романах «Идиут и подросток». Имя Ротшильда Достоевский впервые упоминал не униженных оскорбленных, как было сказано в докладе Джорде, а в переводе на русский язык романа Бальзака Евгения Гранде. Заезжий парижанин скажет, бывало слово другое Ротшильде или Лафейте, Самер все тотчас просит, так же ли богаты они, как, например, Гранде, «Ежели им отвечали на смешливую улыбку, то они покачивали головами знак недоверчивости». Значит, в наброске незавершенного замысла ростовщик Ротшильд назван «Золотым царем». Богатство Ротшильда упоминается действительно униженных оскорбленных, игроке. Однако в романе «Идиот» имя Ротшильда уже вплотную сращивается с Наполеоном. Я здесь не буду повторять свою статью, которая посвящена как раз роману «Идиот» и вышла в первом номере нашего журнала за прошлый год. Отсылаю к ней. Там как раз рассказывается о том, каким образом наполеоновские ротшильдские черты переплетены в образах Гани Иволгина и Ипполита Терентьева. Однако, ко времени написания романа «Подросток», когда в ходе франко-прусской войны рухнула Вторая империя Наполеона, символическим замещением Наполеона Третьего стал уже железный канцлер Бисмарк и основатель новой европейской империи Второго рейха. И в «Подростке» мы видим, как уже взаимно переплетены три имени Наполеона, Бисмарка и Ротшильда, причем ревном господстве последнего. Имена Бисмарка и Наполеона стоят рядом в разговоре с Аркадием Версилов, когда говорит об изъянах фотографического описания мира. «Заметь», — сказал он, «фотографические снимки чрезвычайно редко выходят похожими. И это понятно. Сам оригинал, то есть каждый из нас, чрезвычайно редко бывает похож на себя. В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица хотя бы в тот момент, в который он описывает, и не было ее вовсе в лице. Фотография же составляет человека как есть и весьма возможно, что Наполеон в иную минуту вышел бы глупым, а Бисмарк нежным. Имена Ротшильда и Наполеона сравнивают друг с другом сам Аркадий, когда хочет подчеркнуть превосходство своей ротшильдовской идеи. Мне нравилось ужасно представлять себя существо, именно бесталанное, серединное, стоящее перед миром и говорящему с улыбкой. Вы, Галилея и Коперники, Карла Великий и Наполеона, Вы, Пушкин и Шекспиры, Вы, Федемаршал и Гуфмаршал, а вот я бездарность и незаконность и все-таки выше Вас, потому что Вы сами этому и подчинились. Ну, как видно, это практически напрямую относится к цитатам, которые я приводил ранее. То есть в подростке они в значительной степени обыгрываются. Наконец, именно Ротшильда и Бисмарка опять же соприкасаются в одной из тиратов Аркадия, когда он описывает, когда он хочет дополнительно доказать, что его идея посильнее тех, которые сейчас в моде. Я кончил идею. Если я писал пошло, поверхностно виноват я, а не идея. Я уже предупредил, что простейшие идеи понимаются всех труднее. Теперь прибавлю, что излагаются труднее, тем более, что я описывал идеи еще в прежнем виде. Есть и обратный закон для идей. Идеи пошлые, скорые понимаются необыкновенно быстро и непременно толпой, и непременно всей улицей, мало того считаются величайшими и гениальнейшими, но лишь в день своего появления. Дешевое непрочно, быстрое понимание, лишь признак пошлости понимаемого. Идея Бисмарка стала в миг гениальной, а сам Бисмарк гением, но именно подозрительна эта быстрота. Я жду Бисмарка через 10 лет, и увидим тогда, что останется от его идей, а может быть, и от самого господина канцлера. Ну и подходя к самому важному небольшому открытию, которое я сделал, каким образом вот эти три имени тоже оказываются взаимно переплетены, я обратил внимание на то, что на всем протяжении романа упоминаются всего три конкретных даты, относительно которых мы знаем конкретное число месяц. Это 19 сентября, 1 апреля и 15 ноября. Значит, собственно, свои записки Аркадий и собирается начать с 19 сентября. Я начинаю, то есть хотел бы начать мои записки с 19 сентября прошлого года, то есть ровно с того дня, который я первый раз встретил на браточье. Чуть далее он поясняет. Месяц назад, то есть за месяц до 19 сентября я в Москве порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно. Я так и прописывал это слово «Уйти в свою идею», потому что это выражение может обозначать почти всю мою главную мысль, то самое, для чего я живу на свете. Вот возникает закономерный вопрос, что такое 19 сентября, если отвлечься от конкретных событий, которые с ним произошли, которые он описывает непосредственно, и подумать, что может стоять за ними. Дело в том, что в свете ротшильдовской идеи, которой грезит и которой, собственно, живет подросток, 19 сентября является одним из главных дней, которые, конечно, знал и почитал каждый неравнодушный к этой фамилии. Именно 19 сентября умер основатель семьи ротшильдов, Майер Амшильд Ротшильд, который заложил основу этой финансовой фамилии. Наконец, именно 19 сентября подросток совершает пробу своего предприятия, участвует в аукционе по продаже движимого имущества госпожи Лебрахт, где, собственно, наживает почти 8 рублей. То есть это 19 сентября это тот день, когда семья пять пятеро сыновей стали полностью независимыми и это когда значит начался отсчет могущества этой фамилии в таком широком европейском смысле. Известно, что они возглавляли дома в разных государствах и этот день, когда подросток собственно примеряет свою идею на практике и оказывается то, что он долгое время замыслил долгое время тому назад оно оказывается вполне работающей схемой. Более того, именно в этот день 19 сентября в романе звучит впервые имя Ротшильда. Это происходит в разговоре с покупателем, который выкупил у Аркадия домашний альбом. Напомню этот разговор. Слушайте про Барматал я совершенно неудержимо, но дружески ужасно любя его. Слушайте, когда Джеймс Ротшильд, покойник парижский, вот что 1700 миллионов франков оставил, он кивнул головой еще в молодости, когда случайно узнал за несколько часов раньше всех об убийстве герцога Берлийского, то тотчас поскорее дал знать кому следует и одной только этой шуткой в один миг нажил несколько миллионов вот как люди делают. Такой Ротшильд, что ли, крикнул он мне с негодованием, как дураку? На самом деле эта фраза в творчестве Достоевского звучит довольно часто, только обычно героя спрашивают, такой что, Наполеон, что ли, какой, как в частности про Харчину, который копил деньги в матрасе и был одним из образцов тех богатых нищих, на которых ссылается Аркадий в своих разговорах об основании своей идеи. Важно еще, что Лебрехт это второе имя знаменитого прусского фельдмаршала Блюхера, имевшего славу победителя Наполеона. Именно его войска вошли в 1814 году в Париж и именно он, то есть подход его войск сыграл ключевую роль в разгроме Наполеона в битве при Ватерлоу. Все это произошло за 56 лет до победы Пруссии во франко-прусской войне. В каком-то смысле он был предтечей Бисмарка. Далее вторая дата это 1 апреля. Она звучит почти сразу же после того, как Аркадий говорит сначала о ротшильдовской идее, а потом о идее Бисмарка, которая значит в которой скоро может ничего не остаться и дальше почему-то возникает 1 апреля. 1 апреля это день рождения Бисмарка. И удивительно, что третья дата, которую он называет 15 ноября, да, там в промежутках еще будет пародирование истории в Эмсе. Он там говорит, что за скандальная история произошла в Эмсе. Буквально за несколько лет до этого известно, что франко-прусская война произошла после истории с Эмсской депешей, которую подделал Бисмарк. То есть, это все современниками хорошо считывалось. Так что же такое третья дата 15 ноября, который говорит подросток. прочитаю отрывок, в котором он ее упоминает. Еще важно, что 19 сентября и 15 ноября он упоминает множество раз, склоняя их и так, и так, и отмечая каждый раз их особенную важность. Более трех раз каждую. Резко отмечаю день 15 ноября. День слишком для меня памятный по многим причинам. И, во-первых, никто бы меня не узнал, кто видел меня месяц назад два месяца, по крайней мере снаружи. То есть я узнал бы, но ничего бы не разобрал. Я одет франтом, это первое. Тот добросовестный француз со вкусом, которого хотел когда-то отрекомендовать мне Версилов, не только сшил уже мне весь костюм, но уже забракован мною. Мне шьют уже другие портные, повыше, первейшие, и даже я имею у них счет. У меня бывает счет в одном знатном ресторане, но я еще тут боюсь и чуть деньги сейчас плачу, хотя я знаю, что это мавитон и что я себя так компрометирую. На невском француз парикмахер со мной на короткой ноге и когда у него причесываюсь, рассказывает мне анекдоты. И, признаюсь, я практикую с ним по-французски и так далее и тому подобное. Вот очень важно в свете ротшильдовской темы, что Аркадий говорит, ротшильд всегда один, хотя известно, что ротшильдов было пятеро сыновей, а к тому времени, когда был опубликован роман и написан и опубликован роман «Подросток», уже все пять сыновей Майера, Амшеля, ротшильда умерли и, собственно, вот эту финансовую империю наследовали их многочисленные потомки. Но, тем не менее, Аркадий, во-первых, говорит, что ротшильд один, и это именно Джеймс Ротшильд, который являлся вторым по богатству человеком Франции и где-то с 30-х годов возглавлял весь дом ротшильдов. То есть, он именно нас сразу же ориентирует к истории Франции. Так вот, 15 ноября это день смерти этого самого Джеймса Ротшильда, с которого он начинает свою историю, когда говорит, что вот Джеймс Ротшильд, который оставил миллион восемьсот франков. Таким образом, вот эти даты, они вполне себе, как это часто бывает у Достоевского, помимо прямого значения, которое относится к непосредственному сюжету романа. Всегда, когда возникают какие-то известные исторические имена, они всегда наполняются дополнительным вторым, третьим смыслом, который начинают под этим сюжетом отсылать к сюжетам вполне себе известным, историческим. И очень важно, что, показывая вот эту победу мифа о Ротшильде над мифом о Наполеоне и даже Бисмарке, мы видим, как снижены реалии, привычные для эпохи романтизма. То есть там Жозефина, которая во времена Пушкина являлась образцом женственности, Грации, была любимой супругой Наполеона, а в романе подросток неслучайно это проститутка. И таких, там, тоже тот скандал в Эмсе и так далее. И вот эта датировка тоже она как бы закольцовывает роман, то есть он начинает, очень важно, что в том же году, в котором умер основатель династии Майер Амшель Ротшильд, это 1812 год, тоже неслучайный год в свете отношения России и наполеоновской темы. В этом же году Джеймс Ротшильд основал филиал компании Ротшильд, братья Ротшильда в Париже. То есть вот эта отсылка, но это произошло практически одновременно и заканчивается, значит, когда то есть вот эти две даты, первая дата, это когда он выигрывает 8 рублей, и в 15 ноября он выигрывает по крупному рулету в обосновании своей темы. Я уже, наверное, перебрал время, да? Так. На самом деле в свете того, что было два доклада, как бы произнесено, как раз все идеально, потому что осталось 20 минут, то есть это как бы вопросы двух докладов. Вот. Но я напоминаю, что первый доклад к Николаю Николаевичу имел мало отношения, вот, поэтому там, к сожалению, действительно много вещей, как бы несообразных, по поводу которых надо было бы задать вопросы, но их, к сожалению, некому задать на данный момент. Вот. Поэтому давайте все-таки вопросы по второму докладу. Пожалуйста, у кого они есть? так, пожалуйста, Оль, ага. Мне очень понравился ваш доклад про как бы такие ироничные аспекты этих персонажей. Мне кажется, что он даже дает возможность связать его с предыдущим, полемический, конечно. По поводу предыдущего, вот у меня возникло такое соображение, что Аркадия постигает та часть его, не его идеи, а формулировок, которые он оставляет неотрефлексированные. В частности, например, определение царя иудейский, кроме того, что он антисемитский, это еще было определением самого Христа. И это важно даже в творстве К.Р., то есть в русской культуре это вполне существовало. Он оставляет это за рамками, но на самом деле его ситуация без этого совершенно безвыходная. И для может быть даже источники, которых вы говорили, включая безусловно и Вяземского, они обусловлены отчасти, опосредованы Пушкиным, потому что его скупой рыцарь, вот это такая ирония, а также Чеплицкий, который умер в нищете, промотав миллионы, это все у Достоевского было непосредственно на слуху. И поэтому получается, что как бы человек корректируется формулировками и словами и методами его собственных заблуждений. И отчасти это, мне кажется, очень хорошо проясняет некоторые аспекты образа и развития образа, что ли, роман воспитания по отношению именно к Аркадию, своему герою. Так что очень было интересно. Спасибо. Такая ирония, ирония стереотипов, которые поворачивают совсем другой стороны. Так относится ко всем, ко всему ряду героев человечества, которые я уже давно исследую. Там у меня есть статьи о Толейране, о Наполеоне, в разных произведениях, о Бисмарке. То, то, о чем вы сказали, это работает по отношению ко всем к ним, причем там за долго эту подростку начинают из самых ранних. «Светлана Гринье спрашивает в чате, извините, я пропустила, с чем связана дата 15 ноября?» 15 ноября – это день смерти Джеймса Ротшильда, с которого он начинает, что покойник, он его с самого начала называет покойником, то есть Джеймс Ротшильд, который умер, значит, а вот он сколько оставил, его же Гейнг называл генералиссимусом миллионеров, это тот человек, которого он из всех Ротшильдов выбрал в качестве образца, и тот человек, который именно в год смерти отца, оставивший вот это знаменитое завещание семьи Ротшильдов передавать деньги всегда только по мужской линии, заключать браки внутри рода и так далее, он к тому времени был действительно одним из, но он непосредственно связан с французской историей, то есть вот эта отсылка к Наполеону еще должна тем, что Джеймс Ротшильд играл важную роль там на протяжении более чем полувека, и во времена Второй империи, во времена Курбонов, во времена Людовика Филиппа, то есть первая дата это смерть основателя династии, вторая рождение Бисмарка, который, как он говорит, эта идея не переживет идею Ротшильда, и третья дата это смерть Джеймса Ротшильда, на которую он ориентирован. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы есть ли? Пожалуйста, Валя, можно отреагировать. Спасибо, Николай Николаевич, за доклад интересный, такой вот достаточно убедительный, конечно, исторический, вот и собственно историко-литературный контекст вы развернули для своей темы, хотя вот многое еще смущает, вот хотя числовая символика такая вот яркая, но мне кажется, тут все-таки какая-то натяжка есть. Понятно, что эти имена в романе фигурируют, и вот можно их с этими датами связать, но вот хотелось бы все-таки услышать, вы так оригинально доклад назвали, это большое дело вот назвать ярко, красиво, вот бедный Ротшильд, глупый Наполеон, нежный Бисмарк, ну я вот думаю, что это три оксюморонные перефразы, пожалуй, потому что не в прямом значении даже эти имена здесь вот фигурируют, скорее речь идет вот об образах их культурно-историческом и массовом сознании, пожалуй, но вот что объединяет, что в знаменателе-то, вот если тут такая триада, что их объединяет, что за ними стоит, почему-то такая вот оксюморонная формула по поводу каждого вами выдана, и как в романе подросток срабатывает. это все, конечно, объединяется в характере подростка, в его идее и относится непосредственно к нему, то есть он хочет быть Ротшильдом, но при этом он беден, он все время говорит о Наполеоне, но при этом умерещится, что его считают глупым, и что его идея может быть развеяна, он говорит о Бисмарке, но при этом и хочет быть суровым по отношению к окружающим, и в то же время через него постоянно пробивается и щедрость, и нежность, и ум, то есть это такая игра внутри его души, и как я сказал, то есть это вот ко времени написания романа подросток, во-первых, все эти три имени стали таким или иным образом соотноситься, а в романе подросток они просто переплетены, я показал, что они напрямую каждый раз соотносятся, то есть Бисмарк с Наполеоном, то есть это не просто я их взял и связал туда и сказал, что вот они игра. Непосредственно в романе Версилов ставит имена Бисмарка и Наполеона рядом, Аркадий ставит тоже имена Ротшильда и Наполеона, Ротшильда и Бисмарка, и поскольку он это каждый раз проговаривает, когда хочет как можно более понятнее сделать свою идею, понятно, что он говорит о том, о тех мыслях, о тех образах, которые живут внутри него самого, то есть это, конечно, это то, что проясняет и делает более объемной его Ротшильдовскую идею. Она не настолько примитивна, как об этом обычно пишут, что это не просто идея материального обогащения или могущества, он не даром все время пишет, что для него важно именно создание могущества над людьми, владычества над судьями других. И это непосредственно на то, кто был владыкой в первую четверть XIX века, Наполеон I. Дальше в течение 20 лет крупнейшим деятелем, который вообще вершил судьбу Европы, был Наполеон III, император Второй империи. К 70-м годам одним из самых могуществных является Бисмарк. И так или иначе, вот эти те имена, с которыми принято связывать могущество, они снижены в сознании подростка и, собственно, в романе, и поверх них вырастает вот эта объемная, многоуровневая ротшильдовская идея, которую он пытается различной, с разных граней ее описать. Так скажем. Ну, момент открытия, как вы сказали, Николай, тут, конечно, есть, потому что сразу возникает аналогия между вот тем рядом исторических личностей, ставших ориентиром для Раскольникова Ликург, Салон, Магомед, Наполеон, и вот такой же ряд получается и в сознании Аркадия возникает. Вот, конечно, насколько он все это сразу переосмысляет, надо еще подумать, а то по логике твоего доклада получается, что у него вот уже изначально как бы пересмотр, что ли, представление и о Ротшильде, и о Наполеоне, и о бисмарте происходит. Неужели он, но все-таки он тоже ведь находился во власти вот этих исторических мифов и не сразу он смог их переоценить и проститься по своей Ротшильдовской идее? И я не совсем вот еще поняла ваш доклад, потому что вот этот ряд у вас достаточно иерархический получается. Если у Раскольникова там они все как бы по-своему одинаково, равноценны, что Ликург, что Солом, что Магомед, то здесь все-таки Ротшильд приоритетен, так? Ну, собственно, это первое имя из этого ряда, которое звучит в романе, как я уже сказал. Он недаром называет свою идею Ротшильдовской. Он прямо говорит, что я хочу быть Ротшильдом. Дальше он объясняет, я хочу стать как Ротшильд и так далее. Он не говорит, что я хочу стать как Ликург или я хочу стать как Наполеон. Раскольников он все-таки говорит, что иная идея у него есть тоже схожий ряд. Они не совсем идентичны, но типологически они похожи. Типологически схожи, да. Да, это совершенно верно. И я вот зачитывал тоже ряд цитат, то есть эти ряды, они периодически в тех или иных вариациях были довольно распространены в то время. Но все-таки, несомненно, даже по частотности упоминаний в романе имени Наполеона «Преступление и наказание» или имени Ротшильд в подростке, то есть иерархичность несомненно присутствует. Конечно, подросток сразу заявляет, что он хочет быть Ротшильдом, а дальше остальные имена они скорее оттеняют. То есть имя Ротшильда явно показано, что оно господствует над ними. То есть там остальные устарели, а вот Ротшильд. Но это не значит, как я уже сказал, что мы их можем просто отринуть. И, конечно, то, что совершенно верно заметили, я думаю, что я просто дальше этим займусь, что каждое имя, которое он упоминает, оно заслуживает тоже отдельного рассмотрения в этом ряду. Даже если оно упоминается один раз, в отличие от остальных, потому что имена Бисмарка тоже упоминаются несколько раз. И имя Наполеона там будет и Стебельков говорить про Наполеонную революцию, кто первый человек, а кто второй человек. Здесь, несмотря на то, что даже если они упомянуты только один раз в этом ряду, конечно, они упомянуты не случайно и через миф, через исторические. Собственно, мой подход к изучению этих героев человечества состоит в том, что это никогда не для красного словца у Достоевского. Если мы начнем глубоко изучать исторические источники, памятники эпохи, мы всегда выйдем на какие-то глубину, которая стоит там на втором, на третьем месте за сюжетом, за то, чем мы считаем основным, но оно не просто является ну таким, что ли, экстравагантным дополнением, а оно зачастую проясняет и те вещи, которые мы считаем основными, углубляет их. То есть вот в этом гении, наверное, Достоевского, что когда он напоминает какое-то имя или дату, она у него раскрывается во всем объеме, на разных уровнях это работает. Спасибо. Я бы еще хотела сказать в связи вот с вопросом Валентины Васильевны. Вот этот вот ряд, да, и иногда там Бисмарк, да, выглядел бы нежным, там, да, и так далее. Это ведь то, что произносит сам подросток, и он это произносит в связи с тем, что лицо человека не всегда выражает главную его идею. но это же можно как бы, это как бы там очень хорошо встроено вот в суждение о портрете, да, о том, что такое портрет, и почему портрет – это вот не фотография, а то, что именно как бы процесс, в котором художник находит главную идею в человеческом лице, но это же и то, что можно обернуть совершенно вот это суждение, потому что на самом деле человек еще никогда не сводим к той своей главной идее, которая выражена была бы в нем портретом, потому что и Бисмарку случалось быть нежным, Наполеону глупым и так далее. И это тоже к вот этой идее Аркадия имеет очень прямое отношение, потому что Аркадий-то на самом деле ищет все время ту идею, которая будет больше его, которая вообще сможет его всего как бы выразить и преобразить и преобразовать. И в конце романа он говорит о том, что он эту идею нашел, что она та же самая, но совсем другая. Но в начале романа это все равно еще идея, которая меньше его. И он как раз тоже показывает вот эти отклонения, там вот эта история с девочкой Ариночкой, это как раз вот этот самый нежный Бисмарк, да, там и когда он уходит от своей ротшильдовской идеи и идет нянчить младенца. Вот, и да, там эта идея, в которую он хочет вместиться, она ему мала, а постепенно он приходит к той идее, которая будет, так сказать, в ровне рост любому человеку, потому что она вообще и Богу сгодилась. Вот. Самое характерное для Раскольникова, который провозглашает одни ценности, а на практике ведет себя совершенно не так. да, да, да. Там был во главе угла Наполеона, здесь ротшильд, но работает Достоевского одинаково. Ну, Раскольникова это Наполеон под кроватью, представьте позу Наполеона такую. Вот. А под кровать лезет. Оля, Ольга Анатольевна, да, пожалуйста. Я хотела тоже отреагировать на вопрос Валентина Васильевна насчет того, что понимает, как бы изначально ли он понимает вот эту двойственность или потом. Дело в том, что, конечно, он как герой очень меняется в течение романа, но его язык он выдает вот эти вещи изначально, о чем Николай Николаевич говорил насчет того, что у него эпитет к Ротшильду покойный или покойник. То есть это очень смахивает именно по языку, по формулировке. Это очень похоже на знаменитую цитату, тоже запрятанную внутри хронологии в рассказе Томского из Пиковой дамы покойный Чеплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы. Учитывая то, что Достоевский обязан Пиковой даме примерно всем изначально вот по поводу вот таких вот смещений, что ли, в языке, скажем, самому Томскому говорящему недоступно то, что он говорит, потому что он рассказывает эту историю как историю со счастливым концом. Его слушатели, игроки тоже ее так слушают. Вот тут происходит примерно то же самое. Язык человека оказывается у него самого. Но учитывая то, что у Достоевского Аркадий и рассказчик задним числом, и герой, он его самого наделяет вот в его языке отчасти тем сознанием, которым, как ранний герой, он еще не обладает. Поэтому это очень интересно. То, что в языке мудрее человека, это очень интересный момент для Достоевского. Мне кажется, что Николай Николаевич поймал этот момент очень здорово, что в этом очень большое открытие. Мне очень импонирует эта идея. Именно как это спортировали фразеологию? Запоминающиеся мысли прозвучали у Николая Николаевича. Я вот поразилась тому, как он обыграл первую дату 19 сентября смерть Ротшильда. Прежний Ротшильд умер, а новый таким мыслит себя Аркадий родился. Это тоже возможная интерпретация. В конце умер Татьяна Георгиевна, пожалуйста. Простите, если я скажу то, что может быть уже прозвучало, я не услышала, но вот то, что Татьяна Александровна перед этим говорила, что как раз про Ариночку этот нежный бисмарк, это 1 апреля, который с ней бисмарк, но это и день памяти Марии Египетской, который там тоже присутствует, и что эти даты совмещены получаются. Нам еще интересно то, что это даты разных календарей. Это разные календари. Потому что все, что сказал Николай Николаевич, это по европейскому календарю. Люди в Европе и здесь они жили на два календаря, по сути. Да. Эти даты не менялись, если они и тогда были. Да, то есть это европейские даты, а еще были другие даты. 1 апреля Марии Египетской это дата отечественного календаря. Я еще раз просто подчеркну, чтобы не выглядело как натяжка, что 19 сентября это не просто когда он делает пробу, это тот день, когда он впервые проговаривает имя Ротшильда, когда оно звучит собственно. И 1 апреля это не просто день рождения бисмарка, это непосредственно дата, которая сразу звучит практически через несколько абзацев после того, как он развенчивает идею бисмарка, сравнивая ее с идеей Ротшильда. Там нет имени ни Марии Египетской, это не значит, что это не играет, я просто говорю о приоритете прочтения текста, то есть когда мы читаем текст, у нас есть приоритеты, главный приоритет это если имя непосредственно названо где-то рядом. Вообще там сказано Марина Ивановна 1 апреля прошлого года была именинница, то есть там все довольно четко. Ну не знаю насколько она египетская, нет, я не говорю, что это там не может быть, я думаю, что там еще много чего может быть, я просто хочу пояснить, что я здесь исхожу от текста самого Достоевского, когда он произносит какое-то историческое имя, рядом стоит какая-то дата, то для меня, например, исследователя важно понять, есть ли здесь какая-то связь, если она обнаруживается, то мне кажется дальше можно работать уже в рамках этой концепции. Простите, простите, да, спасибо, спасибо огромное, вот, но мы тогда идем дальше, у нас последний докладчик, и потом мы сможем задать вопросы Ольге Анатольевне и обсудить уже всю прошедшую конференцию, потому что она уже сейчас почти завершается, вот, пожалуйста, Ольга Анатольевна, значит, доклад называется «Подросток как воспитание чувств». Прежде всего, мне хотелось бы сказать о том, что мне удалось посмотреть записи «Вчерашний день», и там есть одна сквозная тема, которая, мне кажется, сегодня очень важная даже и для моего подхода к подростку, хотя сквозная тема заключается в том, что этот роман очень трудно воспринимается, его история его рецепции, в общем, это в большой степени трагедия, причем не только на Западе, но и в связи русских читателей, как-то они сторонятся. Я подумала о том, что это может быть, кроме того, что, как говорил мой покойный учитель Белом, это единственный роман, где нет убийства, и поэтому мы вовлечены в него, если вовлечены с какой-то неудобной стороны, меня заинтересовало неудобство этой стороны. Дело в том, что этот роман совершенно разваливается, если он не объединен единственным выходом из безвыходных положений, а именно настоящим ликом царя Иудейского, то есть Христа. В нем нету, он не дает нам возможности интерпретировать его так, как нравится нам самим, а не Достоевскому. В остальных случаях практически все романы Достоевского нравятся или не нравятся людям, независимо от того, для чего их писал сам Достоевский. Мы знаем кучу всяких социальных критиков, которые любят преступление и наказание, мы знаем довольно много людей, которым нравятся бесы, как политический памфлет, идиот, как роман, как некоторый психологический казус или культурологическое произведение, и даже братья Карамазовы не делают ли Христа императивным. Подростки же без него просто все разваливается. Это, конечно, сам Аркадий, сам герой понимает далеко не сразу, просто, то есть для него, например, эпитет царь иудейский, это практически в сознательном состоянии, как молодой мальчик, он его практически всегда использует в антисемельском значении по поводу своих денежных амбиций, хотя значение этого слова совсем другое. Но, значит, теперь я бы хотела перейти к тексту. Да, еще второй момент. Среди вчерашнего обзора читательской рецепции мы слышали очень интересные доклады о латиноамериканской рецепции, о Франсуа Муриаке, то есть единственное, чего, да, и, конечно, о немецкой рецепции подростка и интерпретациях. Единственное, чего мы не слышали совершенно, это англоязычное отношение к роману, и тут я поняла, что его могу вполне представлять я сама. Дело в том, что доклад, который я буду читать, он связан очень сильно с моей книгой, которая была издана в 98-м году еще по-английски. Это, в общем, на самом деле довольно-таки американский подход к делу, хотя издана книга была герикам. Но, тем не менее, кое-что изменилось. И доклад этот в части избирательного. Я перехожу к тексту, поскольку времени не очень много. В 1998 году у меня по-английски вышла книга о табу Достоевского. Хотя в подростке есть полный набор традиционных табуированных мотивов, включая, прежде всего, инцест. Речь в моей книге шла о словесных табу. У кого чего болит, тот о том не говорит. О табу как маркерах системы ценностей в поэтических мирах, как Достоевского, так и его героев. Часто не загласны друг с другом и еще чаще с автором. Вкратце книга о том, что полифонию Достоевского предохраняет от релятивизма способность героев и рассказчиков молчать о важном для них. Точнее, неспособность о важном для них говорить. Особенно заметная на фоне общей болтливости, скандальности дискурса и общего словесного неприличия поведения тех же героев, но в других ситуациях. Каждый проявляет светскую брезгливость, словечко подростка о версилове, болезненных именно для него вопросах, зачастую будущий человеком далеко не светским, то есть проявляет эту брезгливость очень избирательно и тем самым симптоматично. Повешенная не говорит о веревке, опозоренная женщина о своем унижении, проститутка, точнее, ее мачеха, совесть нечиста именно у нее, о борделе, незаконно рожденное происхождение или образце законных братьев, влюбленные о любви, нищие, о деньгах, убийцы или расстретель, о своих жертвах. Все они создают сложную и крайне говорящую систему эвфемизмов и умолчаний. Притом иногда собственная такая их система им внедна, хотя и не названа. А вот уже система другого нет, они ее не регистрируют. Поэтому часто эти чувствительные, нервные, измученные герои, иногда даже героини бывают черствые и бестактны по отношению к не менее чувствительным и черствовым бестактным своим ближним, таким же, как и они, литературным героям. Уникальность того в разговоре о себе подростка как рассказчика, то есть задним числом после пережитого опыта, в том, что для него непереносима именно тема его бестактности, задним числом, позор, бесчувственности к другим, бытность его подросткам. Но стыд за эту бестактность часто заставляет его прибегать к умолчаниям и неловким выражениям, когда он ведет свое представление уже сравнительно взрослым человеком. Общие же черты табуирования по всему корпусу у Достоевского, начиная с мертва дома, важный фон для понимания проблемы. Из несовпадений между болевыми точками разных героев происходит постоянное нарушение табу у одних, другими. Все рано или поздно наступают друг к другу на мозоли. Но именно бестактность героев по отношению друг к другу дает нам, читателям, некий ключ к пониманию того, что вот тут есть табу, есть что-то важное непроизносимое, причем не для того героя, которого сейчас обидели бестактностью. Таким образом, мы продвигаемся на ощупь и по серии бестактности и скандалов и светски брезгливой реакции героев зачастую совсем не светских, в отличие от Версилова, можем составить некоторую карту важного данного произведения. Умолчание не заглушает полифонию, но его голос часто пересиливает голоса, которые звучат явно. Примеров нарушений табу, как сигналов того, что именно табуировано в подростке не меньше, чем в других произведениях Достоевского. Роман начинается с день причастия не утерпев, начал я эти записки. Подобно тому, как в мертвом доме Горянчиков говорит, что когда ему пришло в голову сравнение бани с пеклом, то есть садом, он тоже не утерпел и поделился этим соображением с Петровым, а Петров проигнорировал его замечание тоже нарочито, как неприличное. Он посмотрел на сторонах и ничего не ответил. Дело-то в том, что Петров страшный преступник и думая о том, что болит именно у него, а не у Горянчикова, он воспринимает сравнение с адом в Николаевском остроге не как социальную критику или метафору, а как напоминание о вполне себе реальном аде. Именно из-за этой конкретности памяти и мук, совести лично Петрова и других катажан-убийц говорить об аде прямо нельзя. То есть, как метафора не отработала. Обо всем этом я писала в книге высшей в самом конце прошлого тысячелетия. Подросток вполне вписывается в эту картину и эти сигналы ценностей поэтического мира Достоевского как полифония умолчаний. То есть, системы изначащих столкновений, непроизносимых упоминаний болевых точек героев, когда они могут понимать или не понимать, что болит у другого, и нарушать, но потом и замечать его личное табу. Сейчас мне особенно важно понять не то, насколько подросток вписывается в поэтику того Достоевского, но и чем эта поэтика в случае с этим романом отличается от остальных произведений Достоевского. В чем-то Аркадий со своими болевыми точками, конечно, похож на некоторых других героев Достоевского. Например, он предвозвещает нам Смердякову, болезненно воспринимающего свою незаконную рожденность и непризнанность отцом и братьями. Да, Аркадий репетит секс Смердякова, однако, как по мере продвижения описанных событий героям подростков, так и в ходе повествования о них задним числом героям уже слегка повзрослевшим, последнее особенно, этот герой-повествователь постепенно понимает, что и у других, у каждого болит свое. Кроме того, в отличие от Смердякова, боль о том, что он незаконный, у Аркадия не главная, а главная боль его любовь к Ахмаковой и ревность к отцу Версилову, который в нее тоже влюблен. Однако, будучи чувствительным к своей боли от любви, Аркадий-подросток поначалу совершенно не замечает, что другие могут любить и страдать от той же боли. Так, например, он не замечает боли своей конфидантки, доброжелательной Татьяны Павловны. Точнее, он замечает эту боль только задним числом, уже в ходе диалога, в котором бестактно ее обижают. А возможно, вообще осмысляет свою бестактность, только вспоминая об этом диалоге задним числом и описывая его в записках. Ах, пасчина! Эцетат. Так, это письмо в самом деле у тебя было зашито и зашивала дура Марья Ивановна. Ах, вы мерзавцы-безобразники! Так ты с тем, чтобы покорять сердца, сюда ехал, высший свет побеждать, черту Ивановичу отмстить за то, что побочный сын захотел. Татьяна Павловна вскричала я. Не смейте броняться! Может, вы-то с вашей бронью с самого начала «Да, я побочный сын и, может, действительно хотел отомстить за то, что побочный сын и действительно, может быть, какому-то черту Ивановичу, потому что сам черт тут не найдет виноватого. Но вспомните, что я отверг союз с мерзавцами и победил свои страсти. Я молча положу перед нею документ и уйду, даже не дождавшись от нее слова. Вы сами будете свидетельницей». То есть он уже, в общем-то, стыдится того, что шантажист. Но еще не совсем понимает, чего он напортачил именно в этом разговоре. В этом разговоре Аркадий говорит об Ахмаковой «Она», поскольку «Она» все время у него на уме. Это знак ее исключительности для него, а потому и некоторое инстинктивное табуирование ее открытого называния. То есть свое-то он табуировать уже немного научился, а вот чужой боли, как мы сейчас увидим, не слышит. Ведь далее в том же разговоре Аркадий в упоении и солидарности с другими безумцами, влюбленными, забывается и не понимает, что у них этих других может быть и свое табу насчет своей, а не его любви. Он оказывается жесток прежде всего по отношению к Татьяне Павловне. Но в результате того, что забылся, начинает эту свою жестокость замечать. Это один из ранних примеров уроков табу подростку, который изначально страдал, считал, что его страдания уникальны. О, мы все трое одного безумия люди. Да вы знаете ли, чье это словечко? Одного безумия люди. Это его словечко, Андрея Петровичева. Да знаете ли, что нас здесь может быть и больше, чем трое. Одного-то безумия. То есть он безумно болтлив, потому что он совершенно не понимает, что болит у его собеседницы. Да бьюсь же об заклад, что и вы четвертая. Это вы же безумие человек. Хотите, скажу, бьюсь об заклад, что вы сами были влюблены всю жизнь в Андрея Петровича. А может, и теперь продолжаете. Повторяю, я был в вдохновении и в каком-то счастье. Но я не успел договорить. Она вдруг как-то неестественно быстро схватила меня рукой за волосы и раза два качнула меня изо всей силы книзу. Потом вдруг бросила и ушла в угол, стала лицом к углу и закрыла лицо платком. Пащенок, не смею мне больше этого никогда говорить, проговорила она плачем. Это все было так неожиданно, что я был естественно ошеломлен. Это естественно, неестественно. То есть это человек, который сейчас зациклен на себе полностью. Поэтому все остальное ему кажется неестественным. Но когда он это описывает, ему уже стыдно. Я стояла, смотрела на нее, не зная еще, что сделаю. Фу, дурак. Пойди сюда, поцелуй меня, дуру. Хотя Татьяна Павловна и называет все время Аркадия Пащенком, незаконному сыну очень больно слышать. Для нее Аркадия не любой. И боль его она чувствует как специфическую. Именно поэтому типологически ожидаемое упоминание болевой точки ее не смущает. Она чувствует, что у Аркадия болит, что у Аркадия болит сильнее, чем эта боль. Только у Смертьякова она станет главной болевой точкой и тому табу. Татьяна чувствует, что главная боль Аркадия от неразделенной любви. Именно поэтому она тут же просит у него прощения, называя его и себя дураком и дурой. То есть предосновая их солидарность в этой безответной любви. Первый импульс у нее сделать ему больно, но уже второй сострадание к нему, несмотря на причиненную им ей самой боль. Ведь Татьяна Павловна при всей ее непосредственности не подросток и не так эгоцентрично, а потому она чувствительна не только к собственным болевым местам и непроизносимостям. Сама она действительно влюблена в Версилову, но она не считает, что на ней ее страдания свет клином сошелся. Именно поэтому Татьяна прекрасно понимает, что раздражение Версилова на Ахмакову оборотная сторона его Версилова влюбленности. Цитата. Но какая же ненависть, какая ненависть, хлопнула я себя по голове рукой, и за что, за что, к женщине, что она им такое сделала, что такое у них засношение были, что такое письма, что такие письма можно писать. Ненависть с яростной насмешкой передразнила Татьяна Павловна. Кровь ударила мне опять в лицо. Я вдруг как бы что-то понял совсем уже новое. То есть этот человек меняется на наших глазах и по ходу представления, и по ходу своего представления об этом событии. То есть и по ходу самого события. Но разные вещи. Я глядел на нее вопросительно изо всех сил. Назвать он это еще не может. Вот что интересно. Аркадий что-то понял совсем уже новое именно из того, что Татьяна Павловна не говорила. Из чужого слова по Бахтину ненависть. То есть из интонации передразнивания, которое у Достоевского ставит под сомнение правильность употребления именно этого слова. Но как именно назвать эту ненависть, Татьяна Павловна не поясняет. То есть Аркадий начинает что-то понимать из непроизносимого и табуирного. Нужное слово. Если и не любовь, то влюбленность. Но Аркадий с Татьяной Павловной как видим мы, как уже видим мы, а сам не догадался, не догадается очень скоро, одного безумия люди, безумцы влюбленности. И потому табу у них на это понятие общее. И понял он, что это совсем уже новое. Именно из того, что Татьяна Павловна не назвала. Однако на момент разговора при всем предчувствии общности с Татьяной Павловной Аркадий понимает еще очень мало. Его страдания кажутся ему исключительными, каких ни у кого нет. Он пока не в этом эпизоде не рассказчик постфактум, а подросток во всех смыслах. Татьяна же сострадает не только своей любви, но и любви всех любящих, в том числе и отвергших и даже особенно отвергших ее саму. Убирайся ты от меня, звезгнула она, быстро отвернувшись и махнув на меня рукой. Довольно я с вами со всеми возилась, полно теперь, хоть провалитесь вы все сквозь землю, только твою мать одну еще жалко. Я же, разумеется, побежал к Версилову, но какое коварство, какое коварство. Вопрос, чье именно коварство? Татьяна, Версилова, как может быть коварен тот, кто собой не владеет или не имеет умыслов обидеть бедного мальчика, а страдает своим отдельным от него страданием. Видимо, Аркадий еще достаточно юн и эгоцентрительен, чтобы предполагать, что не владеть собой может только он один, а остальные, включая Версилова, все делают не только намеренно, но и сознательно, потому что им, старшим, якобы все подконтрольно. Здесь хорошо видно, что восторжность, идеализация близких и старших, как якобы безгрешных, оборотная сторона подросткового эгоцентризма. Взросление в романе предполагает терпимость грехам друг друга, а не их отсутствие и даже неспособность их побороть. Поэтому самый взрослый человек в романе Макар Долгорукий. На первом месте не его праведность и даже не столь ценимое им благообразие, а именно желание покрыть грех тех, кого он любит. Но Аркадий этого по своему законному приемному отце до конца не понимает или во всяком случае не понимает почти до конца своих записок. Самый главный акт его взросления в том, что он многое осознает и видит только в процессе воспоминания и записывания. Этот процесс помогает ему увидеть себя тогдашнего не то, что со стороны, но с точки зрения людей, у которых болит у каждого и каждое свое. И на секунду хочу просто напомнить, что этот роман, это, прежде всего, роман воспитания. В свое время очень хорошо его описала Людмила Ивановна Сараскина именно как процесс эволюции героя. Хотя жанр уже этого романа признан и в общем, и в целом. Но именно поэтому так интересно, как меняется герой и рассказчик. И происходит это по-разному. Для меня, во всяком случае, это было очень важно, что у него происходит инициация в табу других людей, не только в его собственные больные места. Мать же Аркадий Татьяна Павловна любят и его и Версиловой бедную Лизу сестру Аркадии именно благодаря тому, что их не идеализируют. Аркадий подросток в упор не верит страданий своей сестры и обращается к ней как с маленькой, когда она сама уже носит ребенка человека, союз с которым обречен. И мать, и Татьяна Павловна беспокоятся о душевном состоянии Версиловой из-за того, что он влюблен в Ахмакову, хотя казалось бы Ахмакова им соперница, и они, а не друг другу. Любовь для взрослых людей, не подростков в этом романе это покрывать грехи друг друга и сострадать именно падающим и падшим, а не вызывающим восторги. Тут мне особенно близок был доклад Николая Николаевича Сахарского. Но увидеть это можно только, если ты видишь себя самого, юного эгоцентрика с задним числом, повзрослев, когда уже узнаешь о всех своих фопа и научился их стыдиться. Интересные языковые марки этой двойственности. Аркадий повествователь, говоря о наивности Аркадия-подростка, впадает в косноязычие образа оговора по Фрейду. Возьмем пример описания его бестактности по отношению к сестре. По контексту здесь очень важно, что бестактность Аркадия-подростка по отношению к сестре, напомним, беременная от молодого князя, о котором тут будет речь, и в общем тоже не очень-то законной дочери отца, замечают все, кроме него самого. Но вспомнив цитату, мы потом вернемся к одному странному выражению. Цитата. Вы, сударыня, обратилась я вдруг к ней, кажется, часто посещаете в квартире князя Дарью Анисимовну. Так не угодно ли вам передать ему самой вот эти 300 рублей, за которые меня так сегодня уже пилили? Я вынул деньги и протянул ей. Но поверили, что низкие слова эти были сказаны тогда без всякой цели, то есть без малейшего намека на что-нибудь. Да и намека такого не могло быть, потому что в ту минуту я ровнешенько ничего не знал. Может быть, у меня было лишь желание чем-нибудь кольнуть ее сравнительно ужасно невинным. Это удивительный оборот. Мы к нему вернемся. Вроде того, что, мол, дескать, барышня, а не в свое дело мешается. Так вот, не угодно ли, если уж непременно смешаться, хотите самой встретиться с этим князем, с молодым человеком, с петербургским офицером и ему передать, если вы так захотели ввязываться в дела молодых людей. Интересно, что он тут прямо в текст врезается, в текст своих собственных слов врезается комментарием себя старшего. Но каково тоже было мое изумление, когда вдруг встала мама и подняв передо мной палец, грозя мне крикнула «Не смей! Не смей!» То есть он видит, что делает что-то не то по реакции других людей, но еще совсем не умеет этого определить, пока он внутри событий, внутри сюжета. Ничего подобного этому я не мог от нее представить и сам вскочил с места. Не то, что в испуге, а с каким-то страданием, с какой-то мучительной раной на сердце, вдруг догадавшись, что случилось что-то тяжелое. Но мама недолго выдержала. Закрыв руками лицо, она быстро вышла из комнаты. Лиза, даже не глянув в мою сторону, вышла вслед за ней. Татьяна Павловна с полминуты смотрела на меня молча. «Да неужто ты в самом деле что-нибудь хотел сморозить?» Загадочный воскрикнул она с небесчайшим изумлением. Это удивительно. То есть она не говорит, что ты что-то сморозил. Она говорит, что-нибудь хотел сморозить. То есть как мы сказали бы на современном языке «Ты любя или не подумай?» То есть никакой оппозиции между тем и другим совершенно нет. С глубочайшим удивлением смотря на меня, но не дождавшись моего ответа тотчас тоже побежала к ним. Версилов с неприязненным, почти злобным видом встал из-за стола и взял в углу свою шляпу. Тут Версилов намного взрослее его, потому что он тактичнее, потому что он в смирении по отношению к человеческим несовершенствам. Он уже в общем, то есть я бы поддержала Людмилу Ивановны в том, что в этот момент он ужасно симпатичен, по крайней мере. «Я полагаю, что ты вовсе не так глуп, а только невинен, промямлил он мне на смешку. Если придут, скажут, чтобы меня не ждали к пирожному, я немножко пройдусь». Все его оставляют и он понимает, что, в общем, действительно сморозил что-то. Версилов, конечно, прав, намекая на то, что невинность его сына – это вариант глупости. Именно это его оценка, которую он сам так стесняется, промямлил из-за стыда за бестактность сына. Объясняет задним числом точность выражения, которые сам Аркадий употребляет в тексте раньше, но усмысляет уже позже, по ходу повествования, именно вспоминая о событиях. А выражение, между тем, странное и на первый взгляд кажется не только неточным, но и бессмысленным стилистическим ляпом. Было ли желание чем-нибудь кольнуть ее, сравнительно ужасно невинным? Или сравнительно, или ужасно, или уж невинно. То есть это какой-то такой тройной эксамарон. Однако тут происходит воскрешение слова по шкловскому или оговорку по Фрейду, как угодно. Невинность укола братом сестры действительно довольно-таки сравнительно, ужасно, и сам укол непоправим. То есть слово ужасно здесь выступает в полноте, это не то, что просто превосходная степень какого-то там очень. Если сравнивать эту глупость с намеренным желанием сделать больно, то она сравнительно невинна. Но невинность может быть бестактностью еще ужаснее намеренной обиды. В таком случае ужасно невинно это не неловко разговорное употребление слова ужасно в значении очень, а оксюмарон вполне вроде ужасно прекрасный. То есть прекрасный так, что от этого ужасно. Следовало бы даже писать его через дефис как ужасно невинное. То есть действительно кошмар, что происходит. Как уже было сказано, примеры таких значимых нарушений табу, как сигналов важности, того, что именно табуировано. Подростки не меньше, чем других посмертных произведений Достоевского, то есть написанных после следствия несостоявшейся казни. Отличает же роман то, что герой романа подросток смотрит на себя задним числом как автор записок воспоминаний. И поэтому не только его мать, отец, Татьяна Павловна и прочие умные взрослые люди ловят его на разных бестактностях и фо-па, но и он сам это делает как представитель собственной истории в прошлом. В этом большой степени проявляется свойство подростка как романа воспитания. Тут я действительно очень многим обязана, была в свое время, еще в 98-90 годах прочтению Людмилы Ивановны Цараскиной. Герой постепенно научается, во-первых, тому, что когда что-то важно, то об этом нельзя говорить, а во-вторых, и зачистая значительно позже уже в ходе собственных записок задним числом, тому, что не только у него есть болевые точки, о которых невозможно говорить, это излечивает от солепсизма и эгоцентризма и составляет собственно процесс взросления Аркадия. Я бы даже сказала, что вдруг он окажется более взрослым, чем потом окажется Смертьяков. Может быть, потому, что ему дается голос. Непонятно, как с этим быть, но это очень интересный момент. Однако, главное, что нам дает этот роман, это понимание антропологии Достоевского. Паршего человека, а всякий человек парший, и очень это видно в романе, можно и нужно любить не за то, что он может показаться идеальным или положительно прекрасным, и не за то, что можно закрыть глаза на его грехи или решить, что их нет, но именно потому, что он сам на свой позор глаза закрыть не может и очень от этого страдает. Высшее понимание любви в этом романе это покрывать множество грехов ближнего, всего терпеть, всего надеяться, не радоваться неправде, но зарадоваться истине. Это понимание любви как Бога любви к Христа. И так любить героя научается не просто из пережитого опыта, но из записанного рассказа и сопутствующей рефлексии по поводу этого опыта или, если угодно, рефлексии, как вам нравится. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, ну, я вижу уже Людмила Ивановна, пожалуйста, Плюточка, ага, давай. Ольга, дорогая, спасибо вам большое за ваш доклад. Я бы, знаете, как бы его назвала, не в обиду сказано никому здесь и самой себе. Знаете, это взгляд на Аркадия Макарыча широко открытыми глазами. Это изумительно честное прочтение романа без попытки вытащить Аркадия за волосы прямо вот в рай, прямо вот в идеальную уже сферу, где он всё перевоспитался. Понимаете, у меня, опять повторяю, ну вот мы так хотим, мы так хотим, чтобы они все стали лучше, чтобы они все стали умнее и воспитаннее, и правильнее, и чудеснее. Но вот я давно это чувствовала, но когда вы это всё рассказывали и так так хорошо, так честно ставили акценты, знаете, у меня такое ощущение было, что это человек написал в процессе вспоминаний записывания, он сам что-то в себе преодолел, он что-то в себе произвёл, он правильно понял хищный тип, он понял величие этого хищного типа, его слабости, его знаете, как я пал и как я был спасён, мне кажется, это даже не про Аркадия сказано, вот, и в процессе воспоминаний и записывания это случилось с Фёдором Михайловичем, это случилось с Версиловым, но не с Аркадием, Аркадий как был, вот пока в романе, потом, потом, когда-то, через год там, допустим, пока в романе он и пащенок, и сволочь, и мерзавец, и бестактный, и полудурок, и так далее, и так далее, вот что я услышала у замечательной Ольги Анатольевны в её докладе, когда она честно, широко открытыми глазами посмотрела на этот роман, это плюс богатства чтения, спасибо большое. Я только хочу сказать, что всё-таки его оправдание могу сказать, что Достоевский дал ему язык, он дал ему возможность всё это рассказать, и это, на самом деле, действительно, его как-то вытаскивает, но вот это вот замечание насчёт того, что мы хотим, чтобы они стали воспитаннее, это удивительно, я помню, как покойный мой духовник отец Дмитрий Григорьевич сказал, что вообще-то от христианина требуется только одно, он должен быть доброжелателем, кстати, отец Дмитрий, как мы знаем, был специалист по Достоевскому, так вот, доброжелательность очень сильно связана с тактом, и поэтому язык здесь очень важный, то, что Достоевский дал ему говорить от первого лица, он его как-то так пощадил, мне кажется, ну, по крайней мере, это рука протянутая к спасению, если не... Спасибо большое, Юльичка. Тоже хочется очень поблагодарить Ольгу Анатольевну за такой доклад, тройной эффект просто он произвел, и эстетический, поскольку такой актерский дар, у Ольги Анатольевны, так она подростка вообще читала, прониклась, актерский дар, эстетический эффект, и, я бы сказала, еще педагогический, вот, адекватный педагогическому потенциалу самого романа, ну, вот как прекрасно его тоже вскрыла Ольга Анатольевна в этом романе, вот, просто заслушаешься, вот, ну, и, конечно, исследовательский подход такой очень мудрый здесь тоже проявился, ну, вот, давно я с таким наслаждением вот научный доклад не слушала, спасибо большое. Друзья, я просто хочу сказать ради честности, что материал этого доклада уже ему больше двадцати, ну, ему двадцать два, уже почти двадцать три года. Татьяна Александровна просто прочитала мою книгу по-английски еще, когда она только вышла, поэтому она, может быть, единственный человек, который здесь, ну, кроме моих присутствующих коллег здешних, она знает материал лучше других, но мне как раз самой был очень интересен контекст всей конференции, потому что она сама вскрыла, что ли, болезненность этого романа, очень многие доклады, наши обсуждения, почему его так трудно принять, почему даже люди, как бы любящие Достоевского, так по поводу него смущаются, почему он не подается интерпретациям, почему он не подается экранизациям, постановкам, почему его так долго не переводят и не знают в других местах, и мне кажется, что просто вот вся эта боль лично к табу в этом романе, она ничем, не мотивирована никакими другими, например, нельзя сказать, что это роман об убийствах, это не детектив в нашем понимании, вся интрига то, как кому относятся, как Берзяев говорил, что Герой Достоевского 24 часа в сутки заняты выяснением отношений, и это тоже правда, но просто мне самой, когда я читала этот доклад, мне дало возможность поставить то, о чем я думаю очень давно, в совершенно новый контекст, именно рецепция и проблем рецепции этого романа сегодня тоже. Спасибо большое, Ольга Анатольевна, Олечка, а у меня есть вот какой вопрос. Значит, смотри, когда происходит вот эта сцена с Татьяной Павловной, и когда она его сначала, ой, я только хочу попросить, Людочка, выключи, пожалуйста, микрофон, а то там что-то... это голос не просто там самой Татьяны Павловны или Аркадьевны, какой-то защелкнутый и в силу вступает любовь. То есть до этого она раздражается, она не может это носить, и вдруг в этот момент это облегчение происходит от того, что... Ну, что ли, очень важно, кто произносит истину. То, что в устах одного истина, в устах другого звучит как, я не знаю, ханжество, осуждение, цинизм и так далее. Так же, как, скажем, вот, например, Каяпа, когда он говорит, что лучше одному человеку погибнуть, чем всему народу, то очень иронично Иоанн комментирует, что он сказал будучи на тот год первосвященников. То есть, да, это истина, но ему самому она недоступна. Вот что делает произнесенная истина, а для Достоевского все-таки это был любимый Иоаннгелий, то есть его интонации для него были очень важны. Что делает произнесение истины, что приносит облегчение, когда ее говорит тот, кто имеет на нее право, а имеет на нее право любящий. Это далеко не всегда авторский голос. Скажем, слова убийцу и блудницу за чтением Вечной книги это слова, которые имеют авторитет, потому что они взаимствованы из этой Вечной книги. Это не определение Сони как проститутки и Раскольникова как преступник. Это именно слова, которые не Достоевские слова даже. Извините. Людочка, ты мне что-то скажешь? Ага. Можно еще вопрос? Да, да, да. Ольга Анатольевна, Олечка, к тебе еще вопрос такой, что меня еще смущает и как-то не дает мне полноты счастья при обсуждении этого романа. Ну вот хорошо, значит, вот заканчивается действие еще до того, как он там спустя время начал писать записки. Вот тот, какой он в романе, его вывихами, со всеми его падениями, вот он способен написать сам такой роман. Ну, на самом деле, Федор Михайлович из него это написал, ну вот по его всему, по всем его качествам, по мозгам, по интеллекту, по эстетическому чину, по работе со словами и все, 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 все. Вот он писать, или ему Федор Михайлович просто отщедрот подарил это дело. И вот у меня тут вечно возникает какое-то сомнение. Ну, не ты это написал. Ну, в процессе припоминания записано, но не ты это сделал. Не ты. Это вот вопрос к Ольге Анатольевне и вопрос еще к Николаю Николаевичу, который опять не успел. Знаете, у меня замечательному докладу такой вопрос. Вот Валя Борисова тут хорошо сказала, что очень эффектное название. Бедный Ротшильд, глупый Наполеон, нежный бисмарт. Я когда слушала Николаю Николаевича, у меня почему-то эти эпитеты менялись местами. У меня получилось иначе. У меня получилось глупый Ротшильд, нежный Наполеон и бедный бисмарк. Вот почему-то так. Вот если Николай Николаевич еще здесь, у меня на галерее его не видно, вот от перемены мест, эпитетов к этим историческим меняется что-то или это железно присвоенные эпитеты данным историческим лицам? Вот такой вопрос, если только Николай Николаевич здесь. Железному канцлеру железно присвоенный. Спасибо, Людмила Ивановна. Я думаю, что тут во многом моя интонация могла повлиять и мое отношение к этим персонажам. Возможно, вы ее просто считали как тонко чувствующий человек. Отношение к Наполеону, к Ротшильду и к бисмарку. Я просто когда вы рассказывали, когда я слышала ваш доклад, я все время смотрела, у меня распечатана программа, я смотрела все время программу и у меня не совпадали эпитеты, понимаете? Я вот все думала, что от перемены мест эпитетов что-то меняется. Вот так вот. Ну, неважно. Спасибо. Ольга Анатольевна, и вот как вы считаете, сам написал Аркадий или он слямзил у Достоевского это припоминание из-за письма, а сам он не смог написать. Очень точные эпитеты у Николая Николаевича, там местами их менять нельзя, иначе Николая Николаевича может быть и нельзя менять, а у меня они меняли, когда он произносил свой текст и рассказывал про одного и другого и третьего, у меня эти эпитеты менялись местами, знаете, как в таком движущемся калейдоскопе, вот не попадали они, и я хотела спросить от перемены мест, что-то изменилось бы, ну неважно. Бедный Ротшильд все-таки на самом деле понятно, что, во-первых, если человек богат, что это самый мощный к суммару, кроме того, если он не в деньгах делает, то он скорее как Йорик, мне кажется. Но я хотела ответить на твой вопрос насчет того, что у тебя было замечательное выражение по работе с языком, по работе с языком Аркадий не тянет, а по языку тянет. Танечка, у тебя микрофон. Надо выключить микрофоны, да, Валя, тоже надо выключить. Потому как Аркадий строит фразы, потому как он умеет виртуозно это все делать. У него полно и оговорочек тоже всяких, и вот этих выражений вроде сравнительно ужасно невинные. Дело в том, что Достоевский пускай с ним в ход, конечно, свой прием, но отдает его для правдоподобия именно герою, а именно у него попадают в точку очень часто самые косноязычные герои. Например, знаменитые слова Разумихина, что мы все врем, врем, когда-нибудь довремся до истины, они тут очень сильно действуют. То есть язык умнее человека, и он умнее именно в том, где он не совсем ловкий, где происходят какие-то такие сдвиги. это несовершенство Аркадия делает его больше участником собственной эволюции. Это, конечно, некоторый континуум. Я не могу сказать на сто процентов, что он полностью эмансипировался от Достоевского или что Достоевский этого хотел, но отчасти вот этот вектор, на нем он движется как-то. благодаря тому, что он попадает в точку именно когда он как герой меньше всего об этом подозревает. Оля, но я представляла на месте Аркадия Макарыча со всем его бэкграундом и со всеми его достоинствами и недостатками я представляла реального парня из Литинститута, допустим. Вот мог бы он такое написать? Да ну никогда. Ну просто никогда. В 20... Может быть, когда он стал бы совсем взрослым. Вот я, например, когда была взрослой тетей, однажды мой брат мне привез какие-то мои дневники подростковые. Была в таком ужасе. Но если бы мне пришло в голову описать их уже взрослым человеком, конечно, я могла бы этот ужас передать. Может быть, не то время, но вот ужас от того, как я на себя оглядываюсь, я могла бы передать. И это именно ужас взгляда на себя как на эгоцентрик диросковый. Поэтому тут я вижу некоторое психологическое правдоподобие. Вопрос в том, абсолютно ли оно или нет. Абсолютного ответа у меня нет на этот вопрос. Вот понимаешь, это очень симпатично. Не зря вот в этом спектакле у Дозина артист, который его играет, ему сейчас 40 лет, и он совсем не хочет быть в роли Аркадия, он хочет быть в роли Версилова. Он разбивает икону, его уже мучают мужские дела, мужские вопросы и страсти. Понимаешь, вот когда он становится взрослым и тем человеком, который может написать этот роман, он уже не хочет оставаться в своей шкуре, он хочет уже быть Версиловым. И вот туда тянет, в ту шкуру, вот в этом какое-то ну просто трагическое противоречие. Оставаясь в шкуре Аркадия, неохота писать такой роман. Вот, вот мне что кажется. Оля. Дорогие, я бы вас слушала и слушала, но, к сожалению, действительно, конференция уже должна почти заканчиваться, а у нас все-таки тут еще 30 человек, и может быть кто-то из них хочет задать вопрос или что-то сказать в подведении каких-то итогов промежуточных там, естественно, потому что на самом деле роман-подросток действительно самый обделенный вниманием, ну и вот наконец какое-то внимание мы ему так массировано оказали в эти два дня. Пожалуйста, кто что-то хочет сказать? Можно мне успеть? Можно мне успеть? Так, погодите, сейчас, да, Анастасия Гладощук, ага, пожалуйста. У меня вопрос к Ольге Анатольевне. Вот если сравнивать языковое поведение подростка и языковое поведение подпольного, то они совпадают или нет? Я просто за эти два дня все время думала о том, поскольку я очень впечатлена интерпретацией шестого, как подпольный соотносится с подростком вот в плане именно формальном поисковании от первого лица исповедь. И вот я подумала о том, что, наверное, ну как бы отвечая сама на свой вопрос, что, наверное, не спадают они в своем поведении. Если сравнивать то, как подпольный пишет, например, о Лизе, то Лиза говорит своими словами, не языком подпольного. А в рассказе подростка все получаются, говорят так, как он вместо них говорит. Он не дает им своего слова, своих выражений. Я не могу совсем с этим согласиться, потому что они очень драматично тоже начинают с ним ругаться, вытенять отношения, ставят его на место. Но ваш вопрос очень интересен. И мне пришло в голову, что, опять же, если где-то они совпадают, а есть моменты, когда они совпадают, то это именно там, где подпольный его язык говорит за него, вместо него. Дело в том, что очень-очень много лет назад практически первая статья, которую я опубликовала в Сидже, была о библейских подтекстах в записках с подпольем, о том, как они говорят то, чему противоречат явные слова самого подпольного. И это касалось одного специфического очень подтекста, я о нем даже как-то вымли рассказывала, это 137-й или 6-й псалон на реках Вавилонских, о том, что когда он говорит, да пусть у меня лучше рука отсохнет, чем я принесу хоть один кирпичик на такое здание, я бы охотно дал ответ себе язык, если бы это здание нашлось. В общем, он как бы говорит о таких вещах, что становится понятно, что он чувствует, что утопия, хрустальный дворец это суррогат Иерусалима. Ну там очень много про это было, но это неважно, я просто хочу сказать, что когда в нем включается, когда язык начинает говорить за него, то возникает какая-то неожиданная параллель между ним и Аркадием. И, конечно, Людмила Ивановна права, этот язык самого Достоевского, он наделяет своих героев этим языком. Когда это происходит от первого лица, мы не понимаем, на самом деле, до какой степени осознанно эти ассоциации включаются у говорящего, но тем они ценнее, потому что человек оказывается больше своей идеологии, а не меньше. Вот это вот очень важно, мне кажется, это сквозное мотивление Достоевского, и поэтому язык у него, в отличие от какого-нибудь лакана, человек освобождает от вот этой замклости, он дает ему самотрансцендироваться, что ли. И в этом смысле они похожи, в остальном они очень сильно друг от друга отличаются, но я бы, пожалуй, все-таки не согласилась с вами, что у подростков все говорят его языком, просто он, конечно, воспринимает всех людей как эгоцентрик со своей стороны, но именно поэтому очень много из того, что ему говорят, ему непонятно. То есть его воспитание происходит именно вот в таких ситуациях, даже в этих цитатах было видно, что он не понимает, почему на него так реагируют. Вот из непонимания, из шока непонимания рождаются некоторые изменения в его личности. Извините, я больше не могу. А можно я тоже отреагирую на репетитор по поводу восприятия? Ну, я отшутился, что это моя интонация, но на самом деле важно же понимать, что все эти эпитеты, они достаточно амбивалентны. достаточно, ну, можно вспомнить там из братьев Карамазовых, что глупость коротка и глупость, ум веляет и прячется, значит, а глупость это нечто вылетело из головы, значит, сейчас коротка и нехитра, а ум веляет и прячется. И по отношению «Бедный Ротшильд», почему я начал с этого стихотворения «Бедный Ротшильд», оно посвящено ведь не подражателю Ротшильда, оно посвящено непосредственно одному из могущественных представителей этой фамилии, да, то есть здесь нет никакого пренебрежения или какого-то такого примитивного снижения, и в этом смысле один первый роман Достоевского «Бедные люди», он тоже об этом, это не столько речь о материальном, нематериальной бедности, сколько о состоянии духа. И вот в «Подростке» Аркадий часто, почему вот эти эпитеты, почему «Бедный Ротшильд» там «Глупый Наполеон» и «Нежный Бесмар», потому что все эти образы у него не вполне заполнены, и он открыт для того, чтобы наполнить их чем-то другим. Он постоянно встречается с разными людьми и пытается понять их идею, можно ли из их идеи что-то взять для себя, он прямо про это рассуждает. То есть в этом смысле он открыт для других идей, почему происходит это снижение, потому что он, конечно, хотя он это опровергает, но он сомневается постоянно в своих идеях и в этих образах. И они у него с одной стороны снижены, с другой стороны это всегда Достоевский вообще писатель парадоксов, это всегда может быть воспринято как особого рода мудрость. То есть мудрость в глупости, мудрость в нежности, когда требуется, казалось бы, у человека создан область такого грубого и железного и в бедности. Но это вообще для христианства основополагающая идея о том, что собственно Ротшильды и сами вышли из бедных евреев. Есть знаменитая легенда о том, что их один из Равинов благословил на семь поколений, а должен был благословить навсегда до скончания мира, но только потому, что они задали ему вопрос, когда он с ними расплатится. И у Достоевского вот это все тоже в романе «Подросток» Аркадий всегда готов, если он узнает что-то новое, он всегда готов изменить свою точку зрения. Можно еще одну вещь сказать? Мне пришел в голову ответ на вопрос Людочки. Ответ вопросом на вопрос. Это принято и среди евреев. Господь наш Иисус Христос так говорил, говорил, что крещение Иоанна Лос-Небес был или от человека. Вот тут я тоже хочу сказать. Выражение, возвращаясь вообще к теме антисемитизма в этом романе, выражение царь-иудейский, подросток сам в любой своей фазе понимает, что это относится изначально не к Ротшильду, а к Христу или нет. Вот в той степени, в которой он в отличие от Достоевского это понимает или не понимает, он близок или далек к нему. Но в самом романе, конечно, эта ирония очень слышна и видна. Оля, подростки нет выражения царь-иудейский вообще. Ганя Иволгин говорит, я же скорее царем-иудейским стану, как только миллион у меня будет, я стану царем-иудейским. И он имеет в виду Ротшильда, скорее всего, то есть вот богатеем, у меня будет миллион. Я стала бродить по корпусу, конечно же. Это Ганя, это выражение Ганя его. Да, насчет Ганя тоже, разрыв между ним и Достоевским более-менее понятие. Но разрыв между подростком и Достоевским, действительно, Клюточка совершенно права, он очень так бродит, он очень блуждает. И поэтому способность человека понять или не понять, что он попал не туда, вот в той степени, в которой он как бы понимает свои ошибки, он близок к Достоевскому. Что он взял клише и интерпретировал его совершенно таким предсказуемым, стереотипным образом, а Достоевский нет. Достоевский не так интерпретировал. А если в нем есть эта способность, то тогда он приближается к автору. Вот между ними всегда, конечно, разор. И он связан и с наротологией, но прежде всего с замыслом конкретного романа. Извините, я действительно съехала на корпус. Ну, просто Федор Михайлович был чрезвычайно щедр к своим персонажам. И он им давал больше, чем они того заслуживают. Вот такое представление у меня. Я сейчас дам слово Валентине Васильевне, потому что она его попросила, и каждый, кто его попросит, его получит. Пожалуйста, имейте это в виду. А я хочу по поводу сейчас, погоди, Валечка, только секундочку, я по поводу дискуссии хочу сказать одну, мне кажется, важную вещь. Дело в том, что «Подросток» это самый радикальный роман Достоевского, в котором он говорит сам через слово героя. Я вот об этом тоже много писала, о том, что герой всегда занимает только часть слова у Достоевского, а в остальную часть вмещается автор. Вот «Подросток» это особая специфика здесь именно в том, что здесь вообще нет ни одного слова, кроме слова «Аркадия», да, а между тем там огромные слои романа, которые Аркадий вообще не слышит и не понимает, а они выражены автором. Вот, и еще тут один вопрос по поводу сотворения мира, почему выбрали для программы, но отчасти тут даже уже об этом и говорила вот Татьяна Александровна Бабарыкина, но я еще раз скажу, раз это все равно остается вопросом, это потому, что, конечно, как бы, ну, главная проблема подростка это его насильная выкинутость вот из этого рая, да, детства, в котором он в какой-то момент был, а потом из него выкинут, и он фиксирует этот момент, а главное, что то, что делает вот Джованни Ди Пауло, он показывает буквально, как создается вот этот вот мир, который от Бога отделен, показывает вот эти круги, которые закручивают все законы и все процессы и внутри него пустыни земли, да, и которые вот позволяют в жестком мире, однако обрести вот эту вот свою самостоятельность, на самом деле это такое образно очень мощное выражение, конечно, истории о блудном сыне, вот, я надеюсь, что я не совсем непонятно все это сказала, и пожалуйста, да, Валентина Васильевна, вам слово. А я хотела добавить еще к этой картине, но... Я спешу, потому что не нужно сейчас из зума выходить, а хочется сказать, какая замечательная у нас конференция получилась, свершилась, и она очень необходима, и по сути, вот приобретает значение чуть ли не генеральной репетиции, перед подготовкой такого вот мощного издания, которое, конечно, нужно успеть сделать вот в этом году, подросток нуждается, вот он, хоть и трудный подросток, как сказал Владимир Александрович, но он же перевоспитался, и мы должны, вот ему должны почести-то отдать, и сколько бы ни было конференции, но каждое вот что-то прибавляет, нам помогает вот постигать творчество Достоевского дальше, и вот не буду лукавить, действительно многое по-новому просто открылось и вот воспринималось, когда мы слушали такие замечательные, вот порой даже звездные доклады, я бы сказала так, вот спасибо всем коллегам, спасибо огромное, конечно, Татьяне Александровне, касатками, касатками, потому что это ее инициатива, это ее энергия, это ее упорство, и вот мы такой блестящий результат сейчас имеем, ну а вам всем здравия, конечно, коллеги. Таня, последок, скажи, пожалуйста, для сержантов и старшин, кто не понимает сразу с первого слова, когда сдаются статья, какой ее объем и какие там требования, или может быть потому что, знаешь, у меня было столько почты, я что-то потеряла первую рассылку, наверное. Да, конечно, я еще раз, пожалуйста, скажу, что если вы хотите успеть опубликовать сначала статью в журнале, а потом уже в томе, то ее надо прислать до конца февраля, в крайнем случае середины марта, но это уже совсем последний срок. Если вы хотите опубликовать статью в томе, то достаточно прислать ее к концу мая. Вот. Но, как бы, мне кажется, что очень хороший вот вариант с припринтом, с публикацией вот предварительно все-таки статьи в журнале, в том числе и по вполне прагматическим соображениям, потому что сейчас, не знаю, как у вас в Америке, а у нас в России, считаются главным образом с большим баллом это именно журнальные статьи. Поэтому, как бы, в интересах научных сотрудников и преподавателей, мне кажется, публиковать дважды. Мало того, есть еще такая вещь, что, если вы добавляете 20% нового текста, то статья считается новой. Поэтому можно опубликовать краткий вариант в журнале и полный вариант в томе. Но главное запомнить, что самый поздний срок для публикации в журнале это середина марта, а в томе это конец мая. Таня, Угу. Да, Людочка. А какой объем? Значит, объем в журнале все-таки в пределах полутора листов. Естественно, что, когда есть очень хорошие вещи, то резать их жалко. А вот в томе ваше пространство не ограничено. Мы будем выпускать именно большой объемный текст по подростку и постараемся собрать туда все, что на данный момент важного и нужного. При этом еще раз хочу сказать, что надо иметь в виду, что мы можем перепечатывать, особенно если они как-то обновлены, и тексты, которые уже напечатаны, потому что действительно хочется составить компендиум. Потому что есть два обстоятельства сейчас. Первое – это то, что, несмотря на интернет, очень многие публикации, особенно публикации по подростку, остались в тех изданиях, которые до сих пор не выставлены в интернет, и поэтому труднодоступны в силу еще и того, что это были сравнительно небольшие тиражи, это первое. А второе – то, о чем я уже говорила в течение конференции, когда я стала смотреть для библиографии статьи, которые вышли в течение последних буквально трех-пяти лет по подростку, их оказалось немало, но большинство из них оказалось такого уровня, что первый раз встал вопрос о том, что в библиографию нельзя включать все опубликованное, потому что мы должны как-то все-таки отвечать по какому-то хотя бы минимальному уровню за то, что мы рекомен... все-таки библиография к тому, она еще рассматривается как некая рекомендация к чтению. Так вот, большую половину тех работ, которые я просмотрела, их нельзя рекомендовать к чтению. Вот, и это для меня прямо такая социальная, какая-то социальная новость огромная, потому что, когда я последний раз составляла большую библиографию уже 10 лет назад, такое не стояло даже близко. Можно было включать все, и все имело как бы свой интерес. Вот, поэтому, как бы, еще и поэтому я хочу составить вот такой вот компендиум, который бы действительно задавал некоторый уровень представления о том, что такое работа по подростку. Требования к вебам и требования к скопусу одинаковые или они какие-то другие? Сейчас нет, требования оформления, они во всех журналах и во всех сборниках разные. Где можно найти требования к публикации в скопусе? Все висит очень подробно расписанное на сайте журнала. Хорошо. Вот, там все есть, и, ну, если как бы будут очень серьезные там с чем-то проблемы, конечно, мы поможем. Но в принципе там у нас ничего особо трудного, и в любом случае можно посмотреть сами номера журнала, как бы, взять их как пример. Последний лучше смотреть, потому что даже в течение того времени, как мы выходим, оформление менялось. То есть для сборника то же самое, да? Вот те же правила, что для журнала. В общем, да, практически то же самое, потому что нам предложили в МЛИ полгода назад чуть более простое оформление для сборников, но оно на самом деле практически не имеет смысла. Вот, то есть оно ничего не упрощает для автора по большому счету, вот, а ну, просто создает разнобой какой-то. Вот, вот, но тут еще есть, 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 есть вопросы в чате, и вот Катя Карбелла хотела вопрос задать. У нас еще 10 минут есть, нет, не 10, 7, но все равно. Не, на самом деле вопрос очень такой быстрый, я не знаю, может ли кто-то ответит, но, прежде всего, Ольга Анатольевна, пока я читаю, доклад был прекраснейший, спасибо вам большое. Пока я читала, у меня особый такой интерес было к имени Татьяне Павловне, потому что Аркадий, ее зовут Татьяна Павловна практически всегда, а иногда только Татьяна. И, ну, человек может думать, что типа это приходит к концу, когда они дружат, а на самом деле нет. То есть я, когда я перечитывала, я, то есть мне казалось совсем случайно вот этот выбор Татьяна и Татьяна Павловна, а как ощущение разница большая, когда я читаю, и вот мне задавали, и мне кажется, что это как-то связано с воспитанием чувства, о котором вы говорили. Может и нет, но если вы или кто так может мне помочь в этой загадке, буду рада. Да, мне очень тоже интересен этот вопрос, но я хронологически его не отслеживаю никак. У меня изначально было очень как бы странно то, что он чувствует себя с ней наравне, но это немножко похоже на отношения Коли Иволгина с генеральшей Япончиной, поэтому мне как раз сказалось, что в эти моменты он может быть к ней даже ближе, чем когда он называет просто Татьяна. А сами имена, кстати, Аркадия и Маккар тоже очень интересны. Но это, да, я специально здесь аномальской не занималась, но впечатление у меня очень похожее на ваше, только может быть я бы его интерпретировала ровно наоборот. То есть, когда есть формальная дистанция, то внутренние они ближе, чем больше. Знаете, когда Герман видел старую графиню без всяких одежд и парика и так далее, то она ему казалась более привлекательной, потому что меньше было искусственно. Вот тут как бы тоже эта дистанция, я говорю с высоты своего возраста, эта дистанция как бы оказывается парадоксальным образом делает их ближе, а не дальше. И так это я чувствую в имени, но специально не исследовала. Но она не казалась лучше без этих париков, потому что он говорит, я был свидетелем отвратительных тайн ее туалета. Это не он говорит, это Пушкин говорит. Но все равно, это таяца туалета, оседая плотно отстывая голова, это классно. Она была менее ужасна и безобразна. Да, но вообще, если вспомнить, что он готов был стать ее любовником, а Ролан Пети вообще это использовал в балете, это, кстати, классно. Ну, так, да. По поводу Татьяны, Кать, я еще могу сказать, что, насколько я могла отследить, я тоже специально не следила, но Татьяной, он ее в основном называет в момент раздражения на нее. Вот. Так что, наоборот, как бы, это не, вот именно, да, что не есть сигнал близости, а наоборот, сигнал отторжения. У Достоевского есть такая интересная штука, и тоже бидеотик, кстати, как школьное словцо. Дело в том, что, как мы называли своих учителей в третьем лице, за глаза обычно без общества, но в этом всегда было больше раздражения, это совсем не было сокращением дистанции. Ну и так же и нас тоже, наши ученики, очень часто. А вот там Татьяна создала столько всего или еще что-нибудь в этом роде. Кстати, значение Аркадия у родных Тань. А, кстати, значение Аркадия Макарович, по-моему, очень подробно интересно в вашей статье, Татьяна Александровна, как раз об этом романе вы даете очень глубокое объяснение, и оно в такую сеть всяческих ваших размышлений философских вписывается, вот значение именно этих имен Аркадий, Макар. Мне показалось это очень таким волнительным просто, ну, скажем, это не вписывалось в мой ракурс взгляда на роман, и я не говорила об этом, но само по себе это безумно глубоко, вы получите. Спасибо большое, я думаю, что я эти статьи тоже соберу и воспроизведу. Да, пожалуйста, Людочка, ага. Одну минуту, воспользуюсь вот нашим сообществом, я хочу пригласить коллеги, дорогие, в сентябре я тоже организую конференцию нашего института искусствознания совместно с университетом Ланкашера, это Великобритания, вот, Достоевский, там будет упор Достоевский в искусстве, но не только. Разрешите, я пришлю приглашение вам для участия, Таня, как это сделать, тебе послать, а ты другим кому сочтешь нужным, или... Людочка, посмотри, в той рассылке, по которой тебе приходили программы, стоят электронные адресы всех участников конференции, поэтому, пожалуйста, ты можешь разослать всем или ты можешь выбрать того, кто тебе, так сказать, нужен и интересен для этой конференции, то есть все адреса у тебя есть, поэтому можешь, да, выбрать и воспользоваться. И, Таня, я хотела бы с твоим советом, тоже, кого бы ты предложила, но давай сделаем так, я пришлю программу тебе, которая уже есть, завтра у меня Zoom с этим Ланкашером, мы как-то все отработаем всякие там временные вещи, и я тебе пришлю программу, и ты мне просто посоветуешь, ладно? Так я уже вижу, кто для этой конференции очень был бы важен и нужен, и кто бы захотел, но помоги, ради Бога, ладно? Конечно, с удовольствием. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Вот, ну вот что, дорогие друзья, тем не менее, как бы, время-то оно подошло к концу, поэтому нам надо прощаться. Настя, что-нибудь хочешь сказать? Включи. Я хотела еще последнее на самом деле, потому что, а, нет, вот Олечка, Олечка, я перебила Олю Мирсу. Оля. Нет, я просто очень быстро хотела сказать, что некоторые доклады я смогу, только то, что сегодня для меня было очень ранним утром, я смогу посмотреть только задним числом, мне было очень интересно, особенно вот двойники, двойные образы Елены. Понятно. но я обязательно все посмотрю, потому что у меня очень изменилось отношение и к этому роману, и вообще к подходу в результате ваших докладов. Я очень благодарна за эту конференцию. Спасибо. Мне вот кажется, на самом деле, что вот, ну, насколько я понимаю, да, вот будет сейчас весной вот конференция уже в Руссии, очередные юношеские чтения, да, которые Татьяна Александровна ведет и проходят параллельно конференции в Италии, а вот может быть имеет смысл вот в нашем этом коллективном труде сделать какой-то раздел, вот может быть как раз какой-то опыт чтения подростка, вот, ну, по крайней мере, учителями, педагогами, вот, с ребятами, потому что и с ребятами, со студентами разбора, и вообще такой опыт медленного чтения, я вот когда как раз, ну, собственно, свой вот доклад осмысляла, да, и готовила, и вот сейчас, собственно, уже сделала ряд набросков к статье, я вот поняла, что на самом деле, ну, понятно, что любой роман Достоевского надо читать вот по принципу медленного чтения, да, это мы, в общем, все так работаем, но действительно подросток, наверное, вот первоочередной роман, который вот надо читать вот именно так, буквально, то есть вот идя просто вот, так сказать, что называется, по предложению, по фразе, по кусочкам фразы, то есть на самом деле, может быть, имело бы смысл, но я сейчас не говорю про это, как вот, что называется, надо сделать здесь, сейчас, вот и немедленно, но в принципе, это я вот, и Татьяна сам, мне тоже, вот может быть, имеет смысл сделать вообще когда-нибудь такой семинар все-таки медленного чтения Достоевского, вот, и начать его как раз, может быть, именно с подростка, потому что это и роман, который вот просто, вот иначе он действительно совершенно, мы очень много упускаем, просто не, как говорят, вот у нас молодежь, не въезжаем. У нас запланирован как раз на этот год в качестве центрального текста для чтений роман подростка. Вот, видите, и у нас должно было быть это медленное чтение на зимнем семинаре, но не состоялось, но зимний семинар, да, не состоялся, а, к сожалению, это то, что невозможно проводить в зуме, там очень большая, высокая интерактивность. То, по крайней мере, вот какой-то раздел посвящен именно вот таким вот, как бы, ну, да, педагогическим практикам и вообще практикам чтения и разбора именно с детьми, потому что, на самом деле, действительно, ведь тут же что еще важно? Вот это поразительно, что тот роман, который на самом деле Достоевским-то, вот, по большому счету, адресован, в том числе, и юношества, а не только вот нам, так сказать, людям уже, ну, не будем, да, про себя говорить, вот, но все-таки вот там юноше обдумывающему житие, да, или там вот именно, да, молодежи там, тем самым подросткам, они-то как раз, вот преступление, наказание не проходят и, в общем, тоже ничего не понимают и плюются, вот, а подросток, это как раз тот роман, который, может быть, они бы там где-то очень какие-то для себя важные вещи нашли, вот, но он абсолютно, да, то есть его ни школа, ни вуз, они его вообще, и вообще его читатель современный в принципе не держит в голове, поэтому мне кажется, что вот раздел в нашем коллективном труде, вот такой вот как раз, он был бы очень важен. Они нам скажут, много букв скажут о ней. Много букв. Я даже уже название придумала, типа подростки о подростке. Во-во-во-во, вот это отлично, подростки о подростке, он же очень хорошо звучит, кстати. когда Ричард переводил этот роман, мы с ним переписывались, мой старший сын и его дети были подростками в это время, он говорит, ну хватит, я сейчас уже не могу переписываться, мне надо заняться подростком и подростками. Вот. Вот меня когда, например, спрашивают, какие вы романы там Достоевского советуете читать, ну я там, конечно, называю «Братья Карамазов», да, без которых, вот я говорю, два романа, вот «Подросток» и «Братья Карамазов» надо прочесть. Я даже не называю «Поступление и наказание», ну потому что там и такого в школе бесы, идиоты, а вот, не знаю, мне вот лично всегда кажется, что вот это два романа, эти без которых просто вот человеку, мы ему вообще без Достоевского нельзя, но без этих вот совсем нельзя. Что я хочу сказать? Я бы вот с удовольствием каждого из вас вас всех обняла бы сейчас, но, к сожалению, Zoom нам не совсем это позволяет, вот потому что… Ну, мы можем, вот так. Потому что на самом деле я вот сама в восторге, и я понимаю, что я бы никогда не смогла сделать такую конференцию. Конечно, здесь действовало что-то, что больше меня и выше меня, но как оно всегда и бывает. Вот, потому что, ну, ни одного доклада не было, бессмысленного и проходного, вот, и даже если там где-то кто-то возражал, и я особенно, да, это все равно были очень какие-то ценные вещи с самых разных сторон, да, вот, и как читательское восприятие, и как как бы вариант среза возможного истолкования и так далее. То есть не было ни одного доклада, про который можно было бы сказать, что, сказать, мы потратили, а не получили, да, то есть потратили время, вот, а наоборот, мы всегда получали вот какой-то новый взгляд, какое-то новое видение, и я просто очень всем благодарна за то, что вот это вот все произошло. И поэтому давайте, пожалуйста, теперь делать том, это тоже очень-очень важно. Вот, спасибо вам всем огромное, все хорошее должно когда-то заканчиваться. Вот, всего доброго. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. И вообще спасибо, Миша, очень ваш замечательный, как это называется, центр, он очень, Достоевский, мировая культура, потому что такие прекрасные помощницы, вот, и деятельницы у Татьяны Александровны, такие дочери человеческие. Деятельницы, все-таки деятельницы. Нет, центр Татьяны Костяков. А, и еще Николай же у нас тоже есть, там, в центре политики. Аня, я придумала под конец. Который столб. Бедные, глупые, нежные, Ротшильд, Наполеон и Бисмарк, вот так надо. Отлично, так назвать центр. Вот, вот. Спасибо, дорогие, всего вам самого доброго, да, и мы завершаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Таня. Пойдем. Ну что, все, оскаться не хочется. И доброго, и сил, и Божьей помощи на все время. До свидания. Любовь. Пока. 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 Продолжение следует...